Я взяла телефон в руки, и я записала голосовое сообщение одной своей знакомой. Она до сих пор есть у меня в телефоне. Очень таким бодрым голосом я сказала, «Оля, мы пытаемся спастись, шансы минимальны?» Если не получится, пожалуйста, собери денег для моего Санда. Потому что у него, кроме меня, никого нет. Вітаю, вы дивитесь и слушаете подкаст «Як ти думаешь?». Мене звати Андрій Сусленко. Моя гостя сьогодні – моя добра знакома Олена Давид. Олена, привет! Привет, Андрей! Я счастлив, и тебя видишь. Я рад, что ты в безопасности, твоя семья в безопасности сейчас. Адже ты пережила неймовірную историю, про которую, напевно, я хочу поговорить. Историю, как можно выжить, потом ожить и вернуться к жизни. Тебе я знаю как офигенную человеку, близкочего специалисту с эмоциональным интеллектом, близкочего тренера. Ты менеджер-партнера «Чендес Украина», я маю про это сказать. Мы с тобой работали, я был твоим клиентом и задоволен якостью работы вместе с тобой. И, соответственно, маю возможность, знаешь, знать тебя немного лучше. И на базе этого будет сегодня достаточно прямо спросить про твой воинский опыт. Первое вопрос. Где ты сейчас? Давай начнем с того, что я хочу извиниться за то, что я не буду отвечать тебе на украинском языке. Дело в том, что ты, наверное, знаешь, чтобы наши зрители тоже понимали. Я и сама из Молдовы. Хотя последние 8 лет я проживаю в Украине, в городе Киеве. Очень усердно, особенно сейчас, учу украинский, но еще, так скажем, не готова на нем спокойно беседовать. Поэтому прошу прощения за то, что буду отвечать тебе на российской мове. Сейчас я нахожусь в Лондоне. Да, нахожусь в Лондоне вместе со своей семьей, со своими детьми. Жилете до этого в Киеве? Да. В 2014 году я переехала со своими детьми в Украину. Сначала в Одессе мы жили 2 года, потом в Киеве. Раньше я работала в международной компании. И в 2014 году они меня попросили переехать, то есть локализировали меня в Украину. И вот с тех пор, собственно, мы проживаем в Украине. Причем мы переехали в 2014 году тоже не в самое лучшее время. Да, я с двумя маленькими детками. Я помню, что все вокруг крутили у виска, куда ты едешь, там война. Но, наверное, вот я всегда задаю себе вопрос, почему я, будучи молдаванкой, всю свою жизнь, проживя практически большую часть в Кишиневе, в Молдове, так для меня вот больно сейчас, да, вот все, что там происходит. И так сильно я хочу вернуться именно в Киев. Я когда переезжала в Украину в 2014 году, как раз пережила там не очень хороший развод. И для меня Украина стала как глоток свежего воздуха. Знаешь, вот такая вот свобода. Прекрасные люди, прекрасные места. И 100% Киев — это мое место сил, однозначно. Поэтому все мои мысли, мои и моих детей, в Киеве там. Я зрозумію тебя. Я зрозумію тебя. А как ты встретила войну? На что, схоже, был ранок 24 лютого? 24 февраля мы, как и, наверное, большинство украинских семей, были дома. Я готовилась к конференции в 10 утра. Я должна была выступать на конференции, фэшн-конференции перед дизайнерами Украины. И я так очень усердно готовилась. И хотя, естественно, в воздухе еще, наверное, числа с 16-го, да, что-то там назревало, я вот тот человек, который от себя максимально это все отгонял, да, максимально, я не хотела в это верить до последнего. И я в 10 утра собиралась со сцены вещать на тему эмоционального интеллекта и мышления роста. Вот. И, как и у всех, да, мы услышали какие-то звуки, какие-то непонятные звуки. И сразу нырнули в Телеграм, как и все, и поняли, что началось. Но я тебе хочу сказать, что... Я не знаю, как у других был ли вот этот первоначальный шок, страх. Что я точно могу припомнить, что я вышла на балкон, началась сирена. И ты знаешь, у меня вот такое какое-то дурацкое, конечно, я сейчас понимаю, чувство романтизма, что наконец-то вот оно случилось, потому что, помнишь, последние две недели то будет, то не будет, то нападает. И я вот думала, ну вот оно случилось, вот они себе подписали смертные приговоры этим, сейчас все от них отвернутся, сейчас люди, вся Россия выйдет на улицу, и все, и этот режим, это все закончится. И вот, если честно, я до 12 дня, когда мы, там, дальше расскажу, попали в Гастомель, я вот жила этим чувством, что, ну вот, слава богу, оно началось, вот оно сейчас, а это означает жирная точка всему. А свідки виникает в тебе, тоді, звідки виникало таке очікування, что з Росії будет саме так? Слушай, я была уверена, я настолько, не знаю, это наивность, я была уверена, что как только прилетят ракеты в обычные города, то есть все мы ожидали, что это начнется, что это где-то будет там, в Донбассе, то есть будет продолжение чего-то, может быть, просто в большей эскаляции, но как только было понятно, что это Киев, что это Одесса, что это Кривой Рог и так далее, ну, я была уверена, что все-таки что-то людское в них есть. И помнишь, я даже записала на второй или на третий день видео, и я к ним обратилась, у меня очень много знакомых в Росии, и я обратилась с надеждой, что они все-таки выйдут, но они не вышли. Ты знаешь, мне звонил мой знакомый из Новосибирска, который сейчас в Гонконге живет, 24 лютого, он сказал, что там у нас вышли, наши вышли в Новосибирске. И тогда, кажется, было так, несколько дней, какие-то спробы, но дальше, конечно, все затихло. Я просто пытаюсь помирировать вместе с тобой, чем можно было реально ожидать, что россияне встанут. Это такая риторичная вопрос, напевно. Я дальше поговорю про твой опыт. Анна, скажи так. Да, я думала, что... Тогда даже обращалась к ним и говорила, что это идеальный момент, потому что весь их фокус сейчас находится на территории Украины с точки зрения военных, с точки зрения, ну, всех вот этих потенциальных, да, дядечек с дубинками, с автоматами. И это был идеальный, мне кажется, момент собраться и выйти. Вот, но этого не случилось. Я бачил твое відео на первый или на второй день, где ты ехала за кормом, здаётся, и вокруг произошла стрелянина, выбухи, и я просто не знаю, как ты это пережила. Ты с детьми, расскажи про этот момент. К чему вы ехали и туди вы ехали, заради чого? Когда оно уже началось, мы решили, что мы поедем в безопасное место, да, на два-три дня. На два-три дня, то есть мы себе собрали каких-то минимальных вещей, минимальных продуктов. Я со своим девятилетним сыном, мы поехали в такое поселение, Микуличи, это как кооперативный городок, 130 домов. Для того, чтобы вы понимали всю иронию нашего, нашей судьбы, значит, этот городок находится между такими городами, как Ирпень, Буча, Бородянка. То есть это самое-самое пекло, Гастомин, да, то есть самое-самое пекло. И вот у меня там живет моя подруга, и мы решили там переждать пару дней. Когда мы туда ехали? Мы выехали поздно, да, то есть у меня не было никакого шока, никакого стресса почему-то. Я была уверена, что это скоро закончится. Мы купили продукты, сели за руль и начали выезжать. И я, как не местная, включила GPS. А GPS, да, то есть штука безмозгова, оно работает по алгоритму. И оно начало объезжать пробки. Начало объезжать пробки, и меня, именно поэтому меня повело ровно к аэродрому Гастоми. Я вообще даже не, на тот момент даже не знала о таком месте, о таком стратегическом военном месте, к сожалению. И я туда еще ехала и думала, что-то все говорят пробки, пробки. Я одна еду себе там, ни с одной, ни с другой стороны машину, минимально. И вот мы едем, едем, едем. И в определенное время над нами начинают десятками вертолеты крутить. Я была уверена, я была уверена, что это наши украинские вертолеты. И мы начали снимать. Лука, естественно, мой сын запереживал. Я еще начала снимать. Говорит, Лука, не переживай, это наши, это наши спасители. И в определенный момент, когда мы уже подъехали к началу Гастомеля, то есть справа от нас, со стороны Гастомеля, десятками кружили вертолеты. И как только мы подъехали к Гастомелю, мы попали под вертолетный обстрел. И вот тогда у меня случилось прозрение, что это как бы нифига не романтично. Начался обстрел. Мы были одни на трассе. И я сказала, Луки, сразу выходи из машины. Мы легли возле машины. И в этот момент, я не понимаю откуда и как, я так подозреваю, что на обочине была полицейская машина. К нам подбежал полицейский, молодой парень, наверное, ну, 20-21 год, совсем стажер. Он к нам подбежал, приказал сесть в машину, прыгнул прямо на Луку, вот на переднее сидение, и говорит, сейчас я вас отсюда вывезу. И он нас вывез в сторону Ирпеня. Я очень часто вспоминаю этого парня. И, блин, я себя обещала без эмоций, но, честно говоря, уже три месяца не вспоминала, не говорила ни с кем. Очень надеюсь, что он жив. И что я вернусь, и мы с ним познакомимся. Вот. А есть шанс дезнатись? Ну, у меня есть видео. Он на этом видео рассказывает. Дело в том, что в это время я начала снимать видео, потому что сзади ехал Андрей, мой парень. И, ну, я сняла видео, чтобы сказать ему не ехать в ту сторону, что с нами случилось, чтобы он не переживал, потому что пропадала связь, там непонятно, помнишь, была целая неразбериха. И он попал у меня, он сохранился у меня на видео, он рассказывал, что я сам из Гастомеля, работаю в полиции. Молодой парень, ему было страшно. Ты знаешь, почему мне стало тогда еще страшнее? Потому что ему было очень страшно. Вот он запрыгнул, он весь дрожал, он был бледным, он весь в поту. Наверное, он тоже осознал, что это война. И, значит, он довез нас до Гастомеля, прости, до Ирпеня, кстати, до ТРЦ «Жираф», которого, я так понимаю, сейчас не существует. Мы припарковались на стоянке этого ТРЦ, он выбежал из машины, и мы, когда с Лукой посмотрели обратно в сторону аэродрома, в этот момент упали два вертолета, их сбили, вот первые два сбитые вертолета, и такая глыба-глыба черного дыма. И я вышла из машины, я помню, что я остановила пару и спросила, в каком ей городе, я даже не понимала, где я нахожусь. Они мне сказали, что вы в Ирпене, ну и, собственно, оттуда мы поехали в пункт нашего назначения, там было, ты знаешь, километров, наверное, 15 осталось, мы ехали 3 часа, наверное, ну 2-2, 2,5 часа, потому что как раз пошли вот эти пробки, пошли эти истребители, пошли, продолжались эти взрывы в Гастомеле. Мы доехали до пункта назначения, до этого дома, мы были не единственные, которым показалось, что там безопасное место. Спустя определенное время нас там было 11 человек, в основном женщины, девочки, четверо детей. И как только мы туда приехали, для того, чтобы проехать на территорию этого поселка, есть три моста, да, и вот буквально через 3 часа, наверное, под вечер уже, 24 февраля, два моста были взорваны, и один мост был оккупирован русскими. И мы остались заблокированы. мы остались заблокированы вот в этом месте. Но с надеждой, что завтра, после завтра это все закончится, и мы сможем выехать. А смогли выехать мы только 9 марта. 14 дней. Мы сейчас прийдемо. А какие люди были разом с вами? Как же ты можешь, знаешь, как пикчурить? Пикчурить. И одна молодая пара с годовалым ребенком и, собственно, хозяйка этого дома, и очень старая бабушка, очень старая, да, 80, ну, под 90 лет. Ты знаешь, вот, находясь с ними в замкнутом, в замкнутом пространстве, вообще очень много думала все это время, да, вот наблюдала, думала, рефлексировала, насколько по-разному люди воспринимают шок, стресс. Например, у меня, я потом уже, опять же, рефлексировала, все 14 дней, да, все 14 дней, у меня полностью отключились любые эмоции. У меня не было ни страха, ни паники. У меня, вот, знаешь, полностью работал неокортекс. Как выжить, да, как спастись. Были другие люди, которые, например, когда начали, ну, дело в том, что в том месте, в котором мы жили, нас буквально со второго дня окружила русская артиллерия, и вот с этого места 14 дней без перерыва обстреливали Бучу, Ирпень, из Градов, из... летали там постоянно какие-то Миги, эти авиабомбы бросали на Бородянку, ну, это был ад, честно. И мы все 14 дней прожили, ну, я не знаю, может быть, знаешь, за все это время, может, суммарно, там, 4 часа за 14 дней, когда была полная тишина, вот полнейшая тишина, значит, которая была еще страшнее. И я возвращаюсь к тому, что мы по-разному реагируем, когда начинались сильнейшие там обстрелы, там, авиаудары и так далее, была женщина, была женщина, вот и бабушка наша, которая в этот момент, им срочно нужно было вынести мусор на улицу, выгулить собаку, то есть очень неадекватно некоторые, да, вели себя вот во время, ну, самого такого трэша. И Дашка была с нами, девочка бедная, ну, как девочка, она мама годовалого мальчика, она очень переживала за этого ребенка, за его состояние вообще, за все, что там происходит, как и мы все. Даша вообще с годовалым, Тимоша, они выходили 4 дня из-под бетонной лестницы вообще, да, вот, чтобы ты понимал. Первые 3 дня был, ну, как минимум был свет, была вода, было тепло, да, то есть было отопление. Через 3 дня это все закончилось, и вот тогда началось, ну, начался такой жесткач, потому что было очень холодно, было темно, и у нас заканчивалась еда, потому что нам казалось, что, а, у нас там запасов на, хватает, да, ну, мы рассчитывали 2-3 дня, мы 5 максимум, и первый раз в своей жизни мы и наши избалованные всем на этой планете дети, ну, мы почувствовали, что такое голод, потому что последние пару дней, ну, мы голодали, взрослые, мы держались практически, у нас оставалась мука, какая-то с какими-то там мотыльками, и я лепила из этой муки лепешки, вот такие, знаешь, лепешки, просто мука, чуть соль, вода, и мы жарили вот эти лепешечки, зараза вкусная, вот, детям там доставалось по 2 лепешки, и мы по одной лепешке, в принципе, и вот так вот мы держались, зато теперь я понимаю, что мы можем выживать без интернета, без связи, и с минимальной едой, да. Про те, насколько больше ты дозналась про себя, я тоже, звичайно, хотела поговорить, трохи позже, если можно, я до техничных деталей твоего перебывания там повернусь, значит, вас семья плюс вы с Лукою, там семья и вы с Лукою, это помещение, примещение, типа база відпочинка, невеликой, соответственно, там, возможно, есть один поверх, другой, подвал, как вам удалось быть в безопасности, благодаря чему? Угу, значит, это дачный поселок, 120 домов, ни в одном доме нет подвала, я не понимаю, как так, абсолютно ни в одном доме нет подвала, дом, в котором мы жили, он был, он был, ну, слегка недостроенный, то есть там были бетонные стены, бетонные, бетонная лестница, и почему-то нам показалось, что вот под этой бетонной лестницей безопасней всего, и мы все 11 человек, все 14 дней, наверное, ну, 80% нашего времени, мы находились под этой бетонной лестницей, когда было очень громко и трусило так, что оно вообще непонятно в нас или от нас попадет, не попадет, мы просто лежали, ну, лицом вниз часами, да, пока вот это все не закончится, в определенной, я не помню, по-моему, 29-го, у нас изредка случалась связь с внешним миром, там, залезали на второй этаж, и иногда ловили интернет первые дни, потом его вообще не было, и мы где-то увидели в каком-то телеграм-канале, что в нашем регионе, в наш регион зашли, в наш, близ нашего поселка зашли кадыровцы, вот это тот момент, когда мне, наверное, стало, ну, страшнее всего, потому что, ну, мы все начитались и понимали, какие это люди, и мы начали искать, что-то какое-то убежище для детей, да, потому что мы понимали, что если эти люди зайдут, ну, они просто, ну, непонятно, что они будут с нами делать, и мы решили найти хотя бы, хотя бы, не знаю, какую-то яму, хотя бы что-нибудь, чтобы спрятать туда детей, и через один дом от нас была буквально, буквально, да, вот такая яма с крышкой в земле, куда бы поместилась как раз вот Даша с сыном и наших двое мальчуганов, и у нас был такой план, что если что-то начинается, если мы видим, что к нам кто-то заходит, или там, не дай бог, что-то, детей прячем в яму, группы соби обрала або автоматично взяла. Я это запитую, пояснюю глядачам и слушачам, чему, потому что Олена, специалист из эмоционального интеллекта, из вихования лидеров, из того, как сделать команды более эффективными, из того, как организационно налагодить работу будь-якої группы, организации или системы. И, соответственно, Олена, я тебя запитую, какая была твоя роль, или ты взяла автоматично, как это влияло на групповую динамику? Знаешь, у меня и до всей этой ситуации я могла, я знаю, что у меня очень много минусов, да, очень много недостатков, но у меня есть два огромных плюса, которые очень сильно помогают мне по жизни. У меня очень развитый резилиенс, да, как это на украинской будет. Я думаю, что это будет жительстейкость, стейкость. Да, резилиенс, и у меня однозначно growth mindset, мышление роста, потому что я всегда найду выход из любой ситуации. Я такая мега оптимистка по жизни, и себя умею зарядить, и других умею зарядить. И ты знаешь, мне, наверное, вот это очень сильно помогло неосознанно. То есть, нет, я не могу сказать, что я там такая крутая специалистка в эмоциональном интеллекте, и вот мне это повезло, и мне это помогло. Нет, на самом деле это как-то неосознанно во мне проснулось, да, умноженное на сто. Несмотря на то, что у нас, ну, среди нас было двое-двое мужчин, все решения принимали мы, женщины, да, то есть я и была вот эта девочка Даша, и Ира, собственно, хозяйка дома. я не знаю, почему так получилось, хотя, нет, наверное, я тоже могу найти это ему объяснение. Там любое решение, любой шаг, не то, что был 50 на 50, а был 10 на 90, с точки зрения там 10 выжить, да, и никто не хотел брать на себя ответственность, я говорю сейчас и про близких нам людей, которые находились за пределами, да, и, скорее всего, и наши, ну, мальчики, мужчины, которые были с нами, потому что, ну, это четверо детей, да, это целая-целая семья, и мы, ну, наверное, на четвертый, на пятый день мы поняли, что, ну, решение нужно принимать самим, брать на себя ответственность, потому что никто за тебя решение не примет, и ты там просто останешься там до конца всего этого дела, и именно мы приняли решение на четырнадцатый день оттуда выбираться, потому что, ну, во-первых, уже не было никаких сил, знаешь, вот, ну, представь себе, ты под постоянным напряжением четырнадцать дней, ты не спишь, ты не ешь, хочешь, не хочешь, там, организм и нервы сдают, да, я не могу сказать, что у нас реально не было ни одной, там, минуты, такой вот тотальной паники, когда, а, что делать, мы все умрем, но мы устали, это первое, второе, у нас не было интернета, и мы не понимали, какой ад творится за пределами, если бы мы знали, что из десяти эвакуаций восемь или девять расстреливали, мы, естественно, бы, наверное, не решились оттуда выехать, у нас этой информации не было, чтобы ты понимал, вокруг нашего дома начинается лес, такое очень красивое и красивое вообще место, и, наверное, в метрах 150, может быть, 200 были, я не знаю, там, десятки, сотни, я не знаю, танков, всех этих БТРов, я не знаю, как это все называется, градов, вооружие техники, да, да, российской армии, и вот все 14 дней, я не знаю, удалось ли тебе когда-то быть вблизи града, когда он выстреливает, но это жесть, это постоянный грохот, постоянное какое-то такое впечатление, что просто сейчас этот мир взорвется, да, вместе с нашими перепонками, и у нас просто сдали в определенный момент нервы, чем это было, кстати, обусловлено, наша последняя капля, знаешь, у всех есть последняя капля, наша последняя капля, это был борщ, который мы разлили, значит, на последние продукты, какая-то просроченная сало, какие-то там последние, какие-то непонятные картошки, мы решили сварить борщ, так как газа не было, электричества не было, наши мальчики нашли какие-то камни, что-то там во дворе оборудовали, какой-то костер, и, значит, мы нашли такой большой, большой, как это называется на украинском, такой кастрюлю, да, и, естественно, там больше воды, чем продуктов, и вот варили мы этот борщ, наверное, часа четыре, и оттуда такие запахи, то есть мы так ждали этот борщ, он бы нам, наверное, он бы нас продержал, ну, еще дня три-четыре, да, потому что мы ели очень маленькими порциями, и вот борщ готов, мы все с ложками ждем, ничего не ели, уже почти обед, и дядя Коля, один из наших мужчин, берет этот борщ, этот котел, несет в дом, ломается ручкой, разливается весь этот борщ, то есть наша последняя вообще надежда на поесть, и мы, ну, такое гробовое молчание, все одиннадцать человек, да, и я сейчас, как сейчас помню, я говорю, Даш, выйдем, поговорим, говорю, короче, нужно выезжать, и вот мы с Дашей приняли решение выехать, хотя в этот день нам звонили из Киева и говорили, ни в коем случае, там обстреливают, стреляют в детей, ну, вы не выберетесь, нет, нет, но мы вот, я не знаю, это был уже момент такого полнейшего отчаяния, что мы все-таки решили выехать. Мы были на трех машинах, мы нашли белые футболки, нарисовали, нашли у Иры, была красная помада, красной помадой написали дети скотчем, обмотали эти машины, эту машину, все наши машины этими белыми футболками, ну, и выехали. Это было полностью наше решение. Никуда. Вот это еще один момент, вот это, наверное, описывает состояние, наше состояние на тот момент в никуда, просто. Мы сели в три машины, как только люди из поселка увидели, что мы, а мы были первыми, которые вообще решили куда-то выехать. К нам сразу подбежали люди и просили, возьмите там мою дочь, возьмите моего сына. И ты знаешь, я когда написала вообще пост про этот наш побег, там был момент, когда к нашей колонне присоединилась какая-то старая Волга с двумя мужчинами, и когда мы доехали до леса, и нам сказали, что там, возможно, могут быть мины, да, мы им об этом не сказали, и они поехали первыми, а мы за ними. И у меня начались комментарии, что да ты эгоистка, да как ты могла, вдруг бы они взорвались. Боже, я наверное могла, но я не знаю, на что я была способна для того, чтобы сохранить жизнь своему ребенку. Я не знаю, как это объяснить, может быть, будучи я на диване, я бы тоже так подумала и отреагировала, но у тебя тогда вот врубается какой-то такой, знаешь, рубильник, ну я не знаю, спаси своего ребенка, что тебе абсолютно, не то чтобы все равно, но вот знаешь, как вижу цель, не вижу препятствия. И когда вот эти люди в поселке просили нас взять их с собой, я честно скажу, я даже обрадовалась, потому что я думала так, один сядет справа луки, второй слева луки, лука будет посередине, если начнут стрелять, как минимум там, ну хотя бы какая-то, я не знаю, там какая-то перегородка, чтобы ты понимал, вот какие неправильные, наверное, мысли были тогда в голове, но ну как бы есть, ну было как было, что я уже думала какую-то кастрюлю ему на голову, когда мы уже выехали, и когда мы выехали из этого поселка и осознали весь масштаб трендеца, на который мы подписались, я ему предложила сесть на моё водительское сидение, чтобы я села на него, потому что в любой момент, в любой момент, из любого угла в тебя могла прилететь там граната, пуля, всё что угодно, и я, вот у меня была задача единственная на этот весь маршрут сохранить жизнь своему ребёнку, больше меня ничего не интересовало вообще, вот, и мы выехали, выехали, у нас было пять машин из нашего посёлка, три наши, к нам ещё две машины присоединились, ехали в никуда, ехали, 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 заехали в лес, и посреди дороги, то есть, посреди дороги лежали сосны, знаешь, обрубленные сосны, ну и мы, естественно, сразу выбежали из машины, начали там, пытались их поднять, и в этот момент дозвонился до нас Андрей, и говорит, ни в коем случае не трогайте эти сосны, потому что они их минируют, ну минируют, минируют, сосны не тронули, и была вот такая какая-то дорожка через лес, и мы поехали по этой дорожке, вот как раз в тот момент, когда тоже, возможно, эта дорога была заминирована. Да, мы заехали в этот лес, и такой дремучий лес, то есть было темно вокруг, сосны, как сейчас помню, и нас там встретили семь или восемь, семь бурятов с автоматами, с калашниками, приехали, называется. Ну и в тот момент, то есть представь себе, семь неадекватных, абсолютно неадекватнейших, я до сих пор помню взгляд некоторых вот этих солдатов, то ли они были на каких-то наркотиках, то ли они были пьяные, знаешь, к тебе плетется человек с направленным на тебя автоматом, в абсолютно невменяемом состоянии, там один из них только был славянской внешности, кстати, самый неадекватный, вот знаешь, помнишь, в нашем Советском Союзе были очки вот с такими линзами, знаешь, у нас, в наших странах их уже давно нет, знаешь, вот такие линзы, вот он был вот с такими линзами, и вот он шел к нам, и ты, я помню, я на него смотрела и думала, блин, да ему как бы убить меня и моего ребенка вот просто, просто нефиг сделать, потому что, ну, это лес, никто не видит, плевать он хотел там на нашей жизни, и вот тогда было тоже, честно говоря, страшновато, они начали обсматривать машины, начиная вот с задней, я была где-то третьей, четвертой, я смотрела в зеркало заднего вида и видела, что они у мужчин отбирали смартфоны и разбивали их у дорогу, да, и у всех проверяли телефоны, смартфон, а у меня в том смартфоне вообще красота, все видосики, все мои вот эти возмущения в фейсбуке, в переписках, в телеграме, я очень судорожно, помню, начала это все удалять, и я понимала, что я, ну, у меня тряслись руки, я понимала, что я нифига не успею, если они заглянут в мой телефон, возможно, они меня просто сразу убьют, потому что там была такая интересная, очень разноплановая информация, и я в определенный момент просто выключила и протолкнула телефон под сидение, и они его не нашли, вот, и он подошел к машине, направил на меня калашников и сказал, ты вышла из машины, и в этот момент Лука очень сильно начал вопить, дядя, не забирайте мою маму, и тоже было страшно, опять же, знаешь, кстати, тоже хорошая такая мысль, о которой я очень часто думала, мне почему-то ни разу не было страшно вот за то, что меня там меня убьют, а я очень боялась смерти до войны, вот у меня был страх смерти, ну, у многих, да, есть, блин, что же будет вот в тот момент, когда вот это наступит, мне ни разу не было страшно именно вот за то, что я умру, что меня убьют, мне очень страшно было за то, что это увидит мой ребенок, или за то, что, ну, короче, вот как-то так, и даже в тот момент, да, вот по поводу того, как работает мозг, казалось бы, да, когда мы смотрим вот эти фильмы разные о войне, и ты смотришь, что эти люди еще как-то там отвечают на вопросы, реагируют, очень четко работал мозг, спрашивает, отвечай, говорит там, приказывает, делай, и все, как бы, вот просто 10 минут ада, выполняешь все приказы, показываешь там все, что есть, делаешь все, что просят, ну, и они нас отпустили, почему они нас отпустили, до сих пор, да, остается загадкой, может им там нафиг нужны были эти трупы в этом лесу, может, я не знаю, но интересный момент, куда они нас выпустили, потому что они прекрасно понимали, что если они нас не убьют здесь, то туда, куда они нас направили, там нам точно крышка, потому что направили они нас на Житомирскую трассу в момент, где там шли, наверное, самые жестокие бои за все это время, ну, и они так улыбнули, сказали, приятной дороге, вот вам туда, спасайтесь, и мы поехали через, опять через леса, через поля, в сторону Житомирской трассы, это сейчас я уже знаю, куда они нас направили, тогда я не понимала, я не помню ни одного населенного пункта, то есть, как мы ехали, я не понимаю, не помню, помню только один населенный пункт, это Старо-Николаевка, если я не ошибаюсь, вот там мы остановились, потому что мы просто не понимали, что дальше, куда и как, и как только мы остановились в этой Старо-Николаевке, пришли какие-то люди и сказали, вам вон туда, и как только они нам показали, нам вон туда, прилетела ракета, и вот прям там вон туда, что-то всполохнуло, загорелось, взорвалось, и вот такая вот огромнейшая, огромнейшая глыба черного дыма, но они сказали, вам вон туда, то есть, либо обратно они вас убьют, либо туда, другой дороги нету, в это время опять набирает, Андрей говорит, умоляю, возвращайтесь домой, не получится выехать, там везде заблокировано, на Житомирскую нельзя, Макарова, да, на Макарова там бои, Житомирские бои, пожалуйста, возвращайтесь домой, но мы понимали, что возвращаться домой, это обратно к Бурятам, ну, а там, наверное, сразу расстрел, да, то есть, поэтому у нас не было никакого выбора, и мы поехали, куда нам сказали. Как только я выехала на Житомирскую, то есть, по полям, по каким-то лесам, я не знаю, не помню, мы минут 15 ехали колонной, выехали на Житомирскую, ну, и вот, это, наверное, самое страшное за все эти 14 дней, вот эти 30 минут, сколько мы ехали по этой Житомирской, это вообще самое страшное из всего, что я пережила вот в этой своей жизни, потому что, как только мы, то есть, связь то пропадала, то исчезала, то пропадала, то исчезала, мы выехали, у нас было 7 машин, и как только я выехала, опять же, спереди, огромная глыба дыма, что-то горит, видно, что там перестрелка, а ты знаешь, вот эти, как они называются, бетонные разделители, то есть обратно ехать, нет варианта развернуться, ехать обратно, другими словами, и как только мы выехали, я получаю сообщение от Андрея, три восклицательных знака, только не на Житомирскую, на Житомирскую нельзя, это в момент, когда мы уже ехали, там пару метров по Житомирской, и опять связь пропала, вот, и мы выехали на Житомирск, и буквально там первые пару минут, очень много обстрелянных машин, с людьми, с детьми, страшно, короче, кто-то успел выбежать, кто-то лежал на земле, кого-то нужно было объезжать, а... С какой шуткостью выехали? Значит, в зависимости от порции дорог, значит, первую часть там было почему-то, я не знаю, куда конкретно мы выехали, я надеюсь, когда-то я вернусь, и мы попробуем еще раз по этому маршруту проехать, чтобы понять, но мы как раз попали в какой-то трэш, где было очень много обстрелянных машин, и вот первые пару метров там лежали какие-то люди, кого-то покрывалами, кто-то под покрывалами, кто-то нет, кто-то в машинах, но и мы лавировали вот между этими машинами, между этими лежащими людьми, ну, они были, естественно, все мертвы, я попросила Луку не смотреть, я ему сказала так, Лука, смотри, а мы были с собакой, Оди, нервничает, успокаивай, успокаивай Оди, смотри вниз, успокаивай Оди, все будет хорошо, и в тот момент, в метрах, наверное, в километре, наверное, посреди трассы была вот черная глыба дыма, ну, то есть, ты понимал, что через пять минут ты во что-то войдешь, и непонятно, если ты оттуда выйдешь, потому что ты не понимал, что дальше, мы ехали, и понимали, что мы видели перед собой в километре глыбу дыма, и мы понимали, что мы заедем в эту глыбу, а выйдем ли, да, вот не уверены были, и, это как в кино, да, и ты знаешь, вот здесь случился со мной самый, наверное, страшный момент в моей жизни, о котором, о котором я узнала, который я, осознала и переварила уже там на третий день после того, как мы спаслись, я взяла телефон в руки, и я записала голосовое сообщение одной своей знакомой, она до сих пор есть у меня в телефоне, очень таким бодрым голосом я сказала, Оля, мы пытаемся спастись, шансы минимальные, если не получится, пожалуйста, собери денег для моего Санду, потому что у него, кроме меня, никого нет, я отправила и забыла, естественно, связи не было, это сообщение не ушло, но, что интересно, я потом, когда думала об этом всем, я не выбрала, то есть, Оля, это девочка, которой я отправила это сообщение, это не моя самая близкая подруга, это моя очень хорошая знакомая, но мой мозг, внимание, да, продумал, нужно набрать человека, который точно соберет деньги для Санду, а она очень крутой инфлюенсер, очень знакомая публичная личность, это девочка, которая была на Эвересте, кстати, в Молдове, и я была уверена, что если перед Олей поставить задачу, то она соберет моему ребенку деньги, это первое, да, то есть, я, мой мозг, как-то неосознанно, выбрал человека, которого, может быть, я, будучи в сознании, ну, не ее бы выбрала, это первое. Второе, я записала специально на румынском, чтобы Лука не понял, потому что Лука, ну, к сожалению, не говорит на румынском языке, он говорит на русском, на украинском и на английском, то есть, представь себе, в момент, когда ты понимаешь, что процент выживания, где-то, я не знаю, там, 10 из 100, у тебя еще неокортекс каким-то образом работает и выдает какие-то рациональные, рациональные там мысли и действия, да, вот меня это очень сильно удивило. Вот, ну, и, собственно, как бы, ту, как де, лонг-стори-шат, мы выехали, добрались до блок-поста, первого блок-поста, там, где мы увидели, наконец-то, украинский флаг, нас там встретили наши ребята, причем, ты знаешь, они нас встретили, такое впечатление, что люди вышли с курорта, насколько они понимали наше эмоциональное состояние, да, вот, которые выбирались из сада, они такие, девчатка, вы молодцы, какие вы красивые, с 8 марта, это было 9 марта, а вот у нас для вас рафаэлки, ой, малой, какой ты молодец, то есть, и ты такая, блин, как бы там, ну, там ад, а они тут улыбаются, спокойно, нифига они не были спокойны, они просто сделали все возможное, чтобы вот дать нам вот эту атмосферу, как бы, ну, выдыхайте, потому что они, наверное, увидели, что было на наших лицах, и я помню, что я первый раз за 14 дней я тогда расплакалась, первый раз расплакалась и еще спросила, где они, один из них, такой пухленький, как сейчас помню, построил меня, кто бурят, и говорит, да, вон там валяются, там трое в траншеях, там трое, хочешь покажу, говорю, нет, спасибо, ну, и, собственно, вот так вот, вот так вот, Андрей, мы выбрались и выжили, то есть нам дали еще время пожить. Вот. Да, кстати, на промежутке до, после этого дыма, последнее, что нас ждало, и опять же, знаешь, все-таки, все-таки вот космос, наверное, хотел нам дать еще, еще пару лет пожить, потому что выехали два русских танка, я подумала, ну, как бы вышли из дыма, значит, эти точно добьют, но они проехали мимо, они, видно, то ли текали, то ли непонятно, как-то вот, просто проехали мимо. Были заняты. Наверное, да, да, да. Вот. И как-то так. Как ты спала, прошу? Ты знаешь, в первую ночь мы, да, тоже интересно, вот было время порефлексировать на тему, как вообще организм и мозг воспринял вот этот огромнейший стресс, и вообще, что ж, каково оно сейчас. Мы переспали там ночь в Виннице где-то, даже не помню, кто нас приютил, нас куда-то направили, ну, и потом я уехала в Молдову. Из Молдовы уже собиралась каким-то образом доехать до своей семьи, вся моя семья была в Лондоне. Кстати, то, что они пережили все это время, это, я не знаю, наверное, мой старший сын, он повзрослел, знаешь, за это все время, как за 10 лет. Очень переживала за него, конечно. И я помню свое состояние, то есть мы заехали в Кишинев, это на второй день после, 10 марта мы заехали в Кишинев, я с Лукой. Грязные, худые, голодные, реально грязные, знаешь, вот знаешь, как смущенный человек, вот мы были чумазые. Я как дура запаковала себе на 2-3 дня в безопасное место белый спортивный костюм, белые уги, шорты для бега и все такое. Вот этот белый костюм, он был черный, лука весь был поцарапан, ну, короче. Машина со всеми колес, спущенными колесами, это тряпка, дети полыхают там где-то на ветру. И вот мы заезжаем в Кишинев, и я вижу в Кишиневе жизнь. То есть люди в ресторанах смеются, дети там гуляют все, там целуются. Блин. Я, у меня был такой пик злости, абсолютно неконструктивный, неконструктивный, да. Я, мне хотелось остановить машину и сказать, вы что офигели? Вы что вообще живете? Вы чего радуетесь? там в 150 километрах от вас дети мертвые лежат на улицах. и у меня была сильнейшая агрессия пару дней. Я взрывал, я помню, что я высказала вообще всем своим там подругам, друзьям, знакомых, которые позволяли себе выкладывать в Инстаграме свою нормальную жизнь. я понимаю, что это была огромнейшей ошибкой, потому что люди, которых это не коснулось, люди из другой страны, ну, имели право, имеют право, наверное, продолжать жить, и я очень, это, наверное, правильно, да, что их это не коснулось, и они живут дальше своей жизнью. Но я помню вот этот пик злости, после чего у меня два или три дня был полный нокдаун. То есть я, наверное, 70 часов, я поехала к своей подруге, наверное, она думала, что мы сейчас, я ей там буду рассказывать, мы там, будет меня там успокаивать, я не знаю, какие у нее были ожидания. Ленчик, прости, я трое суток просто вот так вот пластом пролежала у нее в спальне, у меня не было никаких сил даже подняться, там, поесть, поздороваться, поговорить, не отвечала ни на какие звонки, не могла, вообще, знаешь, вот такой вот просто вакуум, какой-то вот овощ, потому что в этот момент пришло, наверное, осознание, и вот весь этот ресурс, который я использовала на протяжении этих 14 дней, наверное, просто, я не знаю, мое тело встало на зарядку, что ли, и сказала Лена как бы отбой, и я просто пролежала как овощ, и с одной стороны, то есть пока я была в сознании, постоянные какие-то мысли, какие-то там флешбеки, какой-то кошмар, который я начинала осознавать, плакать не могла, но как только я засыпала, это были ужасы, кошмары, и у меня, и у Луки первые пару дней это вообще просто, просто был ад, то есть вот такое состояние. А что снилось? Слушай, снилось в основном то, что мы видели на Житомирской, знаешь, кстати, из интересного, я когда рассказывала об этом, то есть мы выехали 9 марта, когда раскрылась Буча и Ирпень, начало апреля, если я не ошибаюсь, или конец марта, так вот, когда я рассказывала то, что мы видели, и то, через что мы прошли, я уверена, это было видно в глазах моих знакомых и друзей, что они думали, что у меня кукуха поехала, какие люди там, какие трупы на дороге, какие там убитые дети в машинах, ну, потому что нормальный человек такую информацию не воспринимает, этот момент отторжения, такого не может быть, и мне очень многие не верили, я точно знаю, я согласилась на интервью на одном молдавском канале, я рассказала всю эту историю, и на второй день я зашла случайно прочитать комментарии, 80% комментариев было, что за бред, что за враньё, фейки и так далее, я поняла, что люди реально не осознают и не понимают, и только спустя три месяца, и мне было так, ну, больно и обидно, потому что я понимаю, почему люди продолжают жить своей жизнью, потому что они не верили и не понимали, что там происходит, и когда через три недели на всех телеканалах в один день начали визуализировать то, что я рассказывала, у меня было очень много звонков от людей, которые говорили, Лена, мы теперь понимаем, ну, как бы, через что вы прошли, что вы это, и что всё это правда, вот, а потом была яма, Андрей, такая вот настоящая, знаешь, я в том числе преподаю такую интересную тему, как управление изменениями, и если ты знаешь, вот, кривую изменений, да, как люди проходят, то есть, какие состояния бывают у людей, когда с ними случается что-то извне, да, то, то, чего они не ждали, к чему они не были готовы, вот, что-то извне заходит в твою жизнь, ломает все твои планы, всю твою жизнь, это может быть какой-то там, какая-то трансформация на работе, это может быть что-то в твоей личной жизни, whatever, первое, это шок, да, то, что многие, наверное, испытали 24-го, потом отторжение, да нет, этого не может быть, мне это всё снится, это всё скоро закончится, потом это всё уходит в депрессию, да, вот, люди падают в яму, и после этой ямы, люди начинают пытаться договариваться сами с собой, и переходят в стадию принятия, да, новой реальности, что как бы, ну, ты можешь новую реальность или принять, или застрять в этой яме полностью, так вот, ну, хочу всем сказать, что, я знаю, что многие сейчас, да, все, очень часто запрыгивают в эту яму эмоциональную, это нормально, это, в принципе, нормально, главное, не засиживаться там, потому что, это, ну, деструктивное состояние, которое не поможет ни вам, ни вашему окружению, ну, и я помню, что я оказалась в этой яме, в которой вообще мне ничего не хотелось, никого не хотелось видеть, ничего не хотелось делать, и меня из этой ямы вытащила какая-то незнакомая девочка, которая написала мне в инстаграме, вот, хочу выехать из Запорожья, по-моему, кто-то порекомендовал тебя, что ты в Молдове, можешь ли ты мне что-то найти, и знаешь, у меня такое сразу, вставать, и я помню, что я пошла в душ, я помылась, я оделась, я устроила эту девочку, и сразу написала пост, готова помогать, потому что вот это ощущение, что ты можешь быть полезным, оно тебя вытягивает из этой, ну, как минимум меня это так работает, я знаю, у многих такое работает, учитывая количество волонтёров, вот, и было очень много семей, людей, но в основном мамы с детьми, которых мы там устроили, обустроили в Молдове, в Румынии, ну, ну, и как-то так, но вот эта кривая изменений, она работает чуть-чуть по-другому, когда у тебя происходит одно событие, да, которого ты не ожидаешь, ты там прошёл шок, отторжение, депрессию, там, принятие, и пошёл дальше, а тут каждый день ты открываешь Телеграм, и вот эта кривая у тебя повторяется, да, то есть, почему сейчас люди не могут из этой ямы выйти, потому что каждый день какая-то новая, какой-то новый, новый ад, и ты только выбираешься, ты только договариваешься с собой, что так, всё, хватит, взяла себя в руки, нужно жить, там, ради себя, ради детей, ради, я не знаю, ради всего на свете, и ты открываешь утром Телеграм, и ты закатываешься обратно в эту яму, поэтому очень просто на словах и в теории, очень сложно в жизни попытаться с собой договориться, и, ну, как-то постараться жить дальше, и знаешь, ещё интересная мысль, если у нас ещё есть время, последнее, тоже думала, и читала, в принципе, о том, как работает наш мозг, вообще про психологию человека, что с нами происходит, вот, когда мы пребываем в шоке, в стрессе, и почему нам сейчас так сложно выйти из вот этого состояния, в котором мы находимся, какие самые две сильные эмоции у людей, знаешь? напевно, это страх одна из них, и ещё, можливо, жах, або что-то связанное с злостью и агрессией. Абсолютно верно. Два сильнейшие, две сильнейшие эмоции у человека это гнев и страх. И представь себе, каждый украинец, вот уже сколько, три месяца, каждый день пребывает вот на пике этих двух деструктивных сильнейших эмоций. каждый божий день. И до войны мы всегда делились такой очень крутой техникой, которая мне помогала до войны, честно говоря. Как же выйти из этого состояния, когда тебе страшно или когда ты там на пике злости. Просто задавай себе вопрос каждый раз, к какому времени относится, например, гнев, к какому времени относится, если брать прошлое, настоящее будущее. Гнев. Это хорошее вопрос. В системном коучинге он такой тип вопрос очень помогает реально выяснить природу ощущения или переживания. Если так подумать, гнев относится к прошлому, потому что случилось какое-то событие год назад, месяц назад, день назад, секунду назад, которая вывела тебя из себя и ты сейчас испытываешь вот эту сильнейшую эмоцию гнев, но относится к прошлому, как бы ты ни крутил, хотя испытываешь ты это сейчас. И просто задавай себе вопрос каждый раз, можем ли мы изменить каким-то образом прошлое? Андрей, можем ли мы изменить? Нет. Я точно знаю, что нет. Все еще сделано, все еще вечу-то-вечу-то. Да. И как только ты себе задаешь этот вопрос, что я сейчас испытываю гнев из-за того, что что-то произошло, это относится к прошлому, я никак не могу на это повлиять. То, что я буду гневиться, то, что я буду выдавливать из себя вот этот яд, который вреден в первую очередь для меня, это мне не поможет. И это очень деструктивная эмоция. И просто нужно взять себя в руки и думать, как жить в этой новой реальности, с тем, что случилось, просто как жить дальше. И то же самое со страхом. Страх, если подумать, к какому времени относится. это, что я уже пережил або могу переживать прямо зараз. Это я переживаю прямо зараз, потому что я через что-то проходжу, а что-то уже прошло. Або может, до речи, хвилюватися про то, что будет в будущем. То это все их часы выносится? Страх относится на самом деле к будущему, потому что нам всегда страшно за то, что произойдёт через секунду, через минуту, через день, через месяц, через год. И это эмоция, которая относится к будущему. И опять же, мы очень дерзко иногда позволяем себе думать, что мы можем повлиять на будущее. У нас риск менеджмент, это и на уровне бизнеса, и на уровне личной жизни. Всё под контролем, я готова, у меня там есть страховки, если что, поеду в безопасное место, чекапы, если это касается здоровья. Вот нифига, понимаешь? Мы не можем влиять на будущее на 100%. И вот это чувство страха, которое тоже очень много ресурсов из нас высасывает, потому что ты же знаешь, наверняка, что наши мысли большая часть наших мыслей, это о прошлом и о будущем. Сколько там? В пределах 10, по-моему, процентов это вот мы живём настоящим. И вот как если задуматься, что мы не можем повлиять никак на прошлое, и мы не можем повлиять никак на будущее, можно постараться снизить масштаб этих двух деконструктивных эмоций. И это работало до войны, однозначно. Я очень часто пользуюсь этой техникой. Ты знаешь, это разговаривая, в которой я найменше запитань поставил за всю свою карьеру. Потому что это фактично твоя и ваша. И вона надзвичайной силой, мне кажется. Так, я дякую тебе, что ты доверилася мені и нашим слухачам в этом. И взагалі ты так открылась щиро в этом. Я не знаю, что ты чувствуешь, как ты это проходишь. Я просто вирую, что ось эта любовь, которую ты пометила и нашла, не на весь один стороне, а любовь, велику любовь, которую ты слышала и увидела, что она будет сценивать. Она будет тебя сценивать. Ты взагалі променщик для меня завжди был в энергии, была я в энергии сонце. Дуже хочется, чтобы эта сила тебя восстановила. Я тебе очень благодарю. Я очень рад, что ты жива, что вы живете. И мы поговорим позже про то, как переорганизировать жизнь после этого. Спасибо тебе, Малена.